Ну, Петров, мы долго будем слушать мычание твоё здесь? Ты можешь ответить на элементарный вопрос. Что такое краж? Ну, понятно, лес рук. Вас же ничего не интересует. Да чё там интересно? Древность одна. В голове у тебя древность одна, Петров. Синичкина, что такое краж? Говори. Ну? Ладно, краж. Кринж. Кринж, что такое? Ещё легче. Кринж. Вот это и есть кринж, Синичкин. Вот то, что сейчас происходит. Я смотрю на вас, это один большой кринж. Основа мимологии. Сидите в ваших этих нейронетах, нейрофонах. Вечно, с утра до ночи. Так, что ты снимаешь? Я тебе ваши нейрофоны просто с руками оторву. Понятно? Тысячу раз сказал. Так, одеваем тапки, подходим, билеты. У кого билеты есть? 21-й, я кручу, у меня нет. Давайте, смотри. Значит так, седьмой яйц. Ведём себя тихо. Экскурсовода не перебиваем, ясно? Осторожнее. Это же на тяжлой потолок начала 21-го века. Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы с вами окажемся в самой удивительной, самой уникальной эпохе всей нас. Как вы все хорошо знаете, в 2100 году произошло что? Вторая диванная война. Ну, Синичкина. Вторая диванная война. 2042 год. Каждый день же проходим. Кол тебе. Извиняюсь. Вторая солнечная вспышка. Совершенно верно. Она привела к обрушению интернета. Данные о том времени учёным приходится восстанавливать буквально по крупицам. А это наш архиинформолог, доцент кафедры мимологии раннего веба Анатолий Александрович. Вместе со своими студентами он проводит раскопки древнего интернета. Под многотерабайтным слоем фотографии еды, видеокотиков мы нашли древнейший слой. Но пока, к сожалению, не можем в нём разобраться. Он закрыт сложнейшим шифром, и лучшие поисковые роботы не в состоянии с ним справиться. Анатолий Александрович, науке давно известно, что это невозможно. Вы руфляете, Лидия Семёновна. Я никогда не ошибаюсь. А-за-за, Анатолий Александрович. Лол. Кек, Лидия Семёновна. Кринжу бы спать. Извините, наш древнерусский. Мы, конечно, не третий клубка, где можно гулять внутри любой картины. Но кое-чем удивить тоже можем. Наша симуляция давно не обновлялась. Но дух того времени передаёт это точно. Так выглядели ваши ровесницы, жившие в ту эпоху. Вы только послушайте, как замечала их речь. Пошли скрашенную фишку почилить. Флекси, флекси, на вайбе. Это-то вы зубы, мершая пьеса. Кого вы греете? Почилить на вайбе. Обратите внимание, во сколько точно в Байс-фосдуме все вот каждый голосок, реснички наши сотрудники. Вообще весёлая, а какая-то грустная. Ставьте лайки и колокольчики. Пойдёмте в следующий зал. Сейчас мы все с вами привыкли к нейронету. Но ваши предки использовали тактильное взаимодействие с интерфейсом. Петров, прекрати. Эту историю нельзя переписывать. Вот всё это работы нейросетей старой школы. Блестящие. Глядя на современные работы, мне трудно проследить упадок мастерства. А здесь у нас экспонаты утерянных профессий. Строитель, водитель, кассир. Валерий, идите работать. Согласно верованиям людей, чтобы добиться успеха, нужно обратиться к специальному жрецу. Только сегодня и только сейчас именно вы можете приобрести мой авторский курс Мышление миллионеров всего лишь за 14 тысяч 999 рублей. Именно там я вам расскажу, что такое эмоциональная выгорация. Блогеры были самой важной профессией того времени. А это полностью реконструированная квартира одного знаменитого блогера. Передаю слово блогероведу Яну Лопаткову. Такой метапакет был в каждом доме. Этнографы предполагают, что в прошлом это считалось символом благополучия. Это использовали как антистресс. А это для счета. Теплоизоляция домов 21 века оставляла желать лучшего. Поэтому вот использовали вот такие вот замечательные изделия. Люди древности поклонялись котам. У них даже был специальный транспорт, который доставлял их в лоток. Раньше контент, видео, аудио потребляли на x2 скорости. Сейчас x10 уже маловато. Госпремия. Чтобы такую заработать, нужно было миллион. Чтобы все валяться. Смотри, он вообще завис. Чего грустим? Мне кажется, мы живем как будто в коробке. А ты что думаешь? Петров! По всем залам тебя ищу. Экскурсия закончилась. Пошли. Так, Синичкина, убираем нейрофоны. Начинаем контрольную. Что такое краш? Там я вам расскажу, как бороться с эмоциональным выгоранием, как всегда быть в ресурсе и даже проведу мастер-класс по энергии. А для того, чтобы я был миллионером, вам нужно купить всего лишь шестьдесят семь курсов.